СНЕГОПАДЫ Действительно, зима достаточно необычная, хотя пока по температурному фону, например, декабрь, он всего лишь на полградуса отличался от климатической нормы. Хотя, если сейчас спросить обывателя, каким был декабрь, он скажет, что кто-то вспомнит суровые морозы начала месяца, кто-то вспомнит оттепели, которые были под конец месяца, хотя в среднем температура была минус 8,5, при норме в минус 8, таким образом, аномалия составляла всего полградуса, но месяц был ярким и контрастным. Обильные снежные осадки считаются нормой для России и никак не связаны с глобальным изменением климата. По словам метеоролога, столь снежные зимы в стране уже бывали, если смотреть на погоду в более большом временном отрезке. Такая особенность количества выпавших осадков связана с господством меридиональных процессов в атмосфере. В связи с ним наблюдались выходы южных циклонов, которые принесли за собой осадки. Дело в том, что у нас в атмосфере участились и часто наблюдались меридиональные процессы. Меридиональные процессы – это не процессы с запада на восток, а процессы с севера на юг и с юга на север. Так у нас наблюдались выходы южных циклонов, которые, как правило, несут с собой осадки в большом количестве. Кроме того, у нас наблюдались ультраполярные вторжения, когда воздух с акватории северных морей, с северных широт, холодный, морозный воздух поступал на нашу территорию и продолжительное время формировал погоду нашего региона. Часто пешеходы и автомобилисты берут ситуацию в свои руки, однако кучи снега довольно быстро под своим собственным весом уплотняются и смерзаются, а после превращаются в настоящие глыбы льда. В этом случае убирать их намного сложнее. Очень важно не только вовремя вывозить снег, но и отвозить его в определенные места, а не просто в какой-нибудь овраг или водоем. Это связано с тем, что снежный покров, особенно в городах, содержит в себе множество вредных химических веществ. Снег тает, а после в виде воды идет на орошение полей, попадает в систему водоснабжения и многое другое. Поэтому бесконтрольное таяние снега может привести к печальным последствиям, нарушению экологии и, соответственно, причинению вреда нашему здоровью. К экологичным способам утилизации сугробов можно отнести поступление снега на пустыри, которые не используются и где впоследствии можно провести рекультивацию почвы, а также снегоплавильные пункты. На территории Казани действует 10 временных мест складирования снега. Оттуда его вывозят и затем утилизируют на 7 снегоплавильных пунктах. В районах республики также предусмотрены временные хранилища. 17 января с казанских дорог вывезено более 430 тысяч тонн снега, а за всю зиму почти 950 тысяч тонн. Это больше, чем за весь зимний период прошлого года. Говоря про снег, который в настоящее время вывозится с улиц города, он также подвергается термической обработке, то есть растапливается, очищается и также попадает в водохранилище. Таким образом, конечно, это все суммарно пойдет в водохранилище. Стоит отметить, что это не приведет к какому-то перенасыщению нашего водохранилища, потому что у нас Волга – это каскад водохранилищ, на крупнейшем из которых мы с вами живем, на берегах Куйбышевого водохранилища. И таким образом, конечно, сток зарегулирован, и к некоторому избытку это привести не должно. Согласно заявлению экспертов, снега в климатологическом рассмотрении становится больше, а лежит он в разы меньше, чем обычно. Время самой зимы сокращается с каждым годом, а время сохранения снежного покрова на поверхности уменьшается. Это значит, что имеет смысл отбросить все негативные аспекты и просто наслаждаться его наличием. Елизавета Газизянова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости.